всем привет я сегодня хочу сделать давно не было почему-то так на четырех королей все о нем его планы мысли и действия в отношении вас как он проявляется что скрывает и так далее наверное вот можете выбрать королей я подготовила колоды как какие короли начали выходить сначала вот так я и положила какая колода захотела рассказать о каком короля здесь король жезлов кубков мечей и пентаклей можете также выбирать чисто по колоде если король выйдет в другом своем проявлении это ничего страшного это его аспект просто это как бы даже не столь сигнификация сколь для вас облегчает выбор может вам так легче и так таро исцеляющего света телема голден таро от к black и руническая таро четвертый вариант кому мало времени жмите пожалуйста паузу и так так еще если вдруг любители рубашек всего для вас рубашки может кто-то любит именно так вас рубашечка притянет еще раз жмите паузу а мы поехали ну знаете в принципе я же искала королей колоды готовила смотрите ну тут как будто бы и человек который ну как бы взял вес победил ну не то что любовь а превозмог вот какие-то свои испытания возможно прошел некие защиты барьеры взяла взял барьеры или еще как-то так открыл душу ну или ждет той же любви и так его мысли о вас его чувства к вам что у него на подсознании как он к вам проявляется что скрывает его планы и действия далеко ходить не надо берите самое ближайшее время загадывайте себе ну где-то от месяца до 3 далеко как бы не ходите так поехали так его мысли в отношении вас смотрите здесь иерофан десятка мечей и колесничий возможно какой-то его крестный ход не удался может быть он не смог приехать может он где-то перегнул палку ну может он знаете доказывал вам что-то и это не увенчалось успехом а в принципе дало некие плачевные результаты возможно ваша лодка разбилась о быт может быть так и он теперь думает как выруливать из создавшегося положения скорее всего он думает как доказать правду свою правду по иерофанту только свою правду этот человек сидит на неких домах и видениях только я и только я и с другой стороны может ему настолько плохо просто совершенно все потеряно что он думает как прибежать прилететь примчаться приехать ну к вашему двору и рассказать может именно эту свою правду так тут в принципе смотрите может быть еще некая ситуация когда может быть потому что это мысли все-таки но иерофант это некий законный брак церковный брак также может могут быть некие разногласия разно разные разновидности разлития и колесничий это человек такой свободолюбивый и который правит своей жизнью куда хочу туда и хочу но иерофант он немножечко привязан то есть может быть что может быть для некоторых ситуация как отвязаться где-то чтобы приехать куда-то может быть так ну то есть ситуация может разыгрываться именно такой когда человек к примеру завязан на семейных узах и стремится куда-то примчаться как к примеру любовник но это не обязательно я просто вам ну как бы говорю об этом большинстве случаев я рассказываю о энергиях поэтому вот тут такие мысли давайте смотрим чувства не разбериха какая-то в чувства хохо не разбериха двойка пентаклей звезда и двойка кубков ну слушайте этот человек скорее всего думает мечтает о союзе с вами о любовном союзе он не понимает возможно как ему опять же совладать ситуацией двойка пентаклей на сердце он старается опять же держаться в равновесии может быть не высказать свою мечту может быть опять его что-то как бы прижимает потому что ну как знаете приостанавливает прижимает прибывает к земле потому что звезда она далекая есть некое расстояние холодная поэтому у него может быть а холодная тут не знаю десятка мечей ложится знаете в разных ситуациях может проигрываться все-таки это холодность но на сердце звезда звезда это мечта звезда это желание звезда это дотянуться до звезды ну может быть в мечтах любовь которая вот мечтах что на подсознание королева пентаклей смотрите эти карты нам выдала колода в самом начале уже была выбросила подсознание этот человек сражается борется думает о том как взять этот вес как защитить жизнь если вдруг тут что-то в принципе олутки быта семейной человек скорее ну и уехал к примеру куда-то на далекое расстояние все таки может быть ну или поссорились ну десятка мечей в голове понимаете ну что-то вообще из ряда вон выходящее произошло сложно тут на подсознание у человека скорее любимая женщина или ну пентаклевая дама пентаклевая королева она здесь вообще беременная и это близкая любимая женщина ценная женщина то есть человек думает о женщине как о своей семье возможно это и есть его жена или о женщине как о своей семье о ребенке или о ребенке с ней или как защитить это все или как привести в норму это все или как восстановить это все может быть по звезде опять же ну или вот защита как взять даже этот вес очень интересная здесь это карта или удержать ну как бы взятые горизонт ну как бы взятые рубежи скорее всего как защитить взятые рубежи первая королева которая выходит она обычно выходит на сигнификацию женщины которая смотрит поэтому я могу предположить что это в отношении все-таки вас у человека на подсознании все все движение и стремление именно к вам и союз любовный именно с вами желание защитить любовный союз сейчас что-то не совсем как бы хорошо в этом процессе вашем жизненном ну может быть говорю некое расстояние которое дает вот такой отсыл может быть еще ситуация ну здесь может быть некий интернет еще все-таки срабатывает ну то есть знакомство по интернету и что-то не слава богу какая-то двойственная ситуация опять как бы фонит так как проявляется здесь какая-то сложная ситуация по проявлению смотрите может быть то густо то пусто может быть когда человек обещает по тузу пентаклей вообще золотые горы но каким-то образом десятка жезлов чего-то он эти горы золотые не дотягивает оттягивает и может останавливает себя на самом интересном месте или ну как-то знаете в семерке пентаклей чего-то чего-то сижу ожидая может быть счастливого случая или счастливой жизни ну то есть скорее всего это такое говорю то густо то пусто то даю все как бы или обещаю все или говорю рассказываю может быть даже некие сказки ну потому что после туза пентаклей у нас все-таки некая стоповая ситуация а посмотрю ли я как как растет этот туз пентаклей понимаете вроде все вроде есть этот это возможность вроде есть видение вроде тяжелая дорога даже поэтому но опять я тут вроде опять это вроде закопаю эту копеечку и посмотрю какие плоды она даст но это же не копеечка это вселенная дала возможность по тузу пентаклей скорее всего этот человек как-то недооценивает этот эти шансы которые дает ему вселенная и так что он скрывает так что он скрывает колесо туда колесо сюда а вы знаете что он скрывает и он защищает как во первых он скрывает скорее всего а как это десятка мечей странно ну потому что первое что мне ну как бы захотелось сказать в информации это что человек счастлив просто счастлив вот общаясь с вами с вами или будучи ну как-то так даже на расстоянии или понимаете что говорит подсознание это моя женщина это ценная женщина я говорю тут как бы даже нацелен человек на любовь папажу кубков или ну вот жена и ребенок тем более сам иерофант смотрите человек может думать о некой дороге и вообще ну как бы предложить любовь даже не любовь да брак по иерофанту но что-то не выходит что-то не слава богу говорю возможно это расстояние которое разделяет есть некие проблемы по этому расстоянию тут опять скрывает смотрите может скрывать защищать что ну как бы защищать это видение ну то есть что он планирует некую дорогу все таки это движение это движение ну дорога такая но это все как бы в планах потому что это все высшие арканы я планирую это в своих пространствах что он еще может скрывать тут может скрывать некие свои рабочие процессы что у него происходит почему задержка или ревность что он может ревновать отстаиваю вот тут как будто бы он скрывает ему надо защитить тут ревность скорее всего ревность и я докажу что смотрите я счастлив но я докажу что я достоин вот вот чего-то достоин или что все-таки я прав вот это идет в скрытом все-таки в скрытом может быть сейчас посмотрим ну где-то некое эго может здесь склонить все-таки фонить смотрите императрица плачевная ситуация переживает девятка кубка очень сильно переживает все-таки женщина как бы императрица идет здесь поэтому еще раз говорю тут может проигрываться его стремление именно в ну как бы переживание за семью если вы семья или за женщину которой он стремится что-то все-таки вот тут скрывает что я достоин может быть еще тут некие переживания о том смотрите на эту карту вот разница в возрасте может быть потому что где императрица женщина достойная ну такая знаете и рыцарь рыцарь в любом случае будет помоложе чем помоложе чем императрица вот как-то так пока 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 его королем даже ну как-то не открыли так ух планы чего-то ух ух ты ж мой боже а это пока только планирует планирует причем скрыта тайна хитрые ходы что он планирует сижу тихонечко в четверке пентаклей может быть опять что-то с деньгами связано не хватает денежек опять вот тут может проявляясь проявляюсь золотые горы обещаю а денег мне на эти золотые горы не хватает может быть именно тружусь очень много тружусь над этим ну чтобы насобирать эту копеечку может быть тут опять же может прятать денежный вот что ему надо защитить вот заработанное или дозаработать еще или какой-то урвать вот этот на фарте как-то на успехе вот ему надо некий успех для того вот как бы выехать на каком-то ну выехать я имею в виду на чем-то знаете как ухватить шанс опять же шанс от судьбы чтобы справиться с денежной ситуацией может быть потому что здесь планы как бы во-первых опять с деньгами но если на вас то четверка пентаклей говорит она моя и только моя я ее вот тут ну то есть женщина которая вообще комфортно ему удобно комфортно приятно и но это опять же чувство собственности и чувство ревности и тут семерка планы я это хитренько все делаю потому что так надо но тут может еще то знаете по планам может быть некие ограничения или некие зачем ему подножки делать некие подножки сила потому что хочу доказать туз мечей опять во-первых он хочет доказать как бы продавить эту ситуацию продавить прям какую-то ситуацию волевым может быть решением а с другой стороны сила это женская карта родственная душа шестерка кубков это очень затяжной какой-то момент и я хочу его уже вот тут как бы разрубить этот момент или доказать что я способен принимать решение отвечать за эти решения брать на себя ответственность чтобы она это все видела как-то так но пока вот восьмерка мечей в планах не обещает какое-то действие ну сейчас посмотрим но в планах это опять же восьмерка это некие ограничения закрыть возможно ну девчонки смотрите потому что чтобы это не была золотая клетка ревность большая опять проигрывается может быть даже злость иногда он входит в некую в некое состояние злости но здесь скорее всего стремление смотрите здесь у него есть скорее всего потому что два рыцаря быстрых самых быстрых у него и колесничий у него есть желание скорее как бы примчаться и разрешить некую ситуацию волевым своим решением вот волевым прямо а что-то у него вот это все не выходит так как ему хочется но давайте все-таки посмотрим действия вот он король жезлов туз кубков и таки дорога и так на то время которое вы загадали этот человек должен все-таки найти выход из создавшегося вот этой ситуации тяжелого как бы закрытого положения выйти из двойственности если по деньгам то вырулить эту ситуацию по деньгам и примчаться приехать это в принципе прямая ну может быть вечерняя дорога как-то так вечерком вот со своей чашей любви со своим признанием любви или ну признание любви или открытия или просто в любовь вот так чувства вот со своим чувством к вам вот такой такой у нас первый вариант спасибо единички оставайтесь кто впервые подписывайтесь жмите колокольчик буду благодарна вам за лайки и комментарии поехали второй вариант так стоп а какой у нас по моему а все вспомнила какой король здесь но опять же говорю не обязательно что этот король появится его его могут показать в любом другом аспекте как его мысли в отношении вас его чувства к вам что у него на подсознание к вам как он проявляется что он скрывает его планы на вас или в отношении вас и его действия загадывайте ну какое-то или самое ближайшее время ну или просто ближайшие ну желательно дальнее время не загадывать от месяца до трех будет самое оптимальное поехали его мысли в отношении вас и так чего-то я тут вешу в этой жертве вешу болтаюсь думаю что мне делать как-то так переоцениваю эту ситуацию но сама ситуация где-то затяжная что-то у вас затягивается что-то не разрешается так как должно быть потому что пятерка жезлов есть сопротивление тройка кубков скорее всего нету развития в любви хочется радости счастья может быть вы где-то ну знаете долго ходите кругами вот так друг за дружкой встречаетесь где-то провожает вас до двери и от двери грубо говоря убегает я не знаю какой пример приводить я не привожу примеры но все-таки чтобы вы понимали или вокруг вашего стола на работе где-то ходит ходит круги нарезает и думает о вас ну может быть или подмигивает как-то вам а уж никак не соберется с силами и скажет вот пошли на свидание как-то так или ты мне нравишься может быть давай дружить давай дружить более крепко и сам себя очень как бы не очень-то чувствует потому что висеть за одну ногу не очень-то удобно ну какая-то привязка отвязаться не может от этой навязчивой мысли ну и скорее всего как-то не может собраться силами чтобы все-таки сделать какое-то движение ну смотрите девятка жезлов это на сердце почувствуем сейчас посмотрим ух ты королева жезлов вы выпадаете королевой жезлов этому человеку на сердце во-первых вы страстная женщина яркая женщина зажигательная женщина вы греете а то и сжигаете где-то его сердце да еще и императрица вот такое вот дело вы для него самое-самое-самое вы попали в самое то называется вот все что ему нравится в женщинах вы несете в себе это женщина с которой я хочу семью с которой я стремлюсь с которой меня удовлетворяет те же запросы визуальные или ментальные или эмоциональные женщина с которой я хочу иметь детей вот такое чувство может быть моя девятка жезлов говорит о неком не то что собирательный опыт а ну собирательный опыт это да но еще напряжение по страсти вот напряжение уже доходит до такой степени в мозгах видите пятерка а по сердцу уже в такой степени вы его тут разожгли что ему уже тяжело дышать ну просто девять жезлов уже десять все истощение пойдет умрет и дышать не будет как-то так ну сложно ему сложно сдерживать свою страсть на уровне сердца а сдерживает потому что мысли нам говорят о том что он подвис вишу и вишу чего вишу ну как то так так ну вот потому что я на подсознание закрыт ух ты десятками чей опять на подсознание ну да и подсознание четверка кукла слушайте этот человек скорее всего первое в мыслях что я сказала он боится или признаться вам любви или просто за как бы ну предложить давай 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 вот давай дружить ну или как то так давай любить давай дружить ты мне нравишься ну мало ли что может быть еще может вы для него вот такая женщина а у него какие то там процессы проходящие когда он просто не может рассказать вам о том же чувстве ну потому что все таки есть жертвенное положение у него есть некая привязка и скорее всего он не может совладать с этой ситуацией тут сложно просто очень сложно двойка мечей десятка мечей никак не выберусь из этого застоя просто никак тут и слезы уже лью в душе вот так глубоко тут и ною тут и тоска тут его все ну тут боль тоска и все это то что сжигает его по сердечному уровню по подсознанию просто закатывает его грубо говоря вот в эту ночь в этот асфальт как-то он не видит этой жизни он почему-то не видит этого выхода хотя скорее смотрите здесь тройка кубков здесь эти эти же три кубка и четвертый ему что-то вселенная предлагает но как-то как-то он вообще в эту возможность даже не смотрит может он думает что он недостоин может он думает что он не умеет что-то к примеру может он думает что вы такая недосягаемая красавица ну что-то вот некое решение которое он или не принимает или не понимает что ему вообще делать подсознание глухо-наглухо почему-то закрыто его его же подсознание смотрите может быть еще ситуация здесь защита здесь мозги работают а сердце в защите подсознание в защите человек может еще ну как бы блочить или ну знаете предохраняться от вас слишком бы уж как-то извините за такое сравнение но как-то слишком вы уж бреснули в его сознании давайте посмотрим как он проявляется до мечи как он вот иерофант как он ну и я тут сижу плачу следующая пятерка ну смотрите мы тут идем по возрастающие тройка четверка по эмоциям и вот вам пятерка сам не знаю что мне делать две пятерки пятерка эмоции пятерка ментала то один то другой то я тут борюсь показываю неведомо что по иерофанту иерофант это опять же говорю вам некие догмы некое видение понимание вообще чего-то мне идет статистика я не знаю чего статистика какая-то статистика ну может кто-то с чем-то еще как-то работает и это будет связано кому-то знаковая но это человек раскладывает все по полочкам и очень любит доказывать свою правоту и скорее всего еще может быть ситуация когда мне так и хочется сказать ну как бы здесь остр на словцо а здесь вот так и хочется ну вот как бы ну чтобы его что пожалели или ну как бы некое сочувствие но не когда человек предлагает другому человеку а вот именно в сторону когда он берет пятерка мечей понимаете когда вот чтобы это сочувствие шло как бы в сторону его то есть вроде все и правильно по иерофанту а вот показывает но но мне сложно или что-то не выходит ну как-то так вот как-то он себя вот как жалеет что ли не скажу жалеет ли на публику в колесней фу а нет скорее всего именно к вам именно к вам и очень не на публику очень прям желание чтобы выглядеть ну как бы возле вас или для вас вот таким этаким красавцам учителям вот посмотри на меня что я знаю что я умею ну как-то так почему именно таким красным учителям не забывайте смотрите пятерочка мечей вот сразу за аэрофандом стоит пятерочка мечей это как нагнетание ситуации это как давление это как продавливание ну возможно такое знаете нежная группа в кавычках скорее всего но продавливание по мечам но как-то так но опять же будут некие выставлены рамки некие дух мы есть так и только так и еще раз так но при этом может быть вот ситуация такого но не пошла ну блин мне там как-то так вот не пошла может другой раз ну вот понимаете вот какая-то такая вот плавающие плавучая я бы сказала ситуация ладно давайте его проявление а тут ухты ах что он скрывает ох боже ж ты мой какие пентакли боже ж ты мой а чего он скрывает тут во первых смотрите он может скрывать свою очень жесткую авторитарно силу власть могущество он может мне пока смотрите здесь может быть еще некий руководитель его проявление или ваш или учитель может вы в группах каких-то занимаетесь это такое проявление к примеру ну вот этого учительства может быть он проявляется на какой-то фирме как некий начальник а сам вам руководитель этой фирмы но слушайте тут что он скрывает что он скрывает тут он скрывает большие пентакли тут от маленького до большого тут он слушайте еще дети тут он детей может скрывать тут он может вообще тут тут такая категория этот как оно дедушка если так то вот мужская какая-то как как линия даже гений генетика может быть ну там дед отец и внук ну ну как-то в сын дед сын и внук вот вот что-то поэтому по земной масти но но как-то так что-то скрывает возможно некие вложения тоже возможно некие еще эти если есть дети то вложения в детей ну то есть а при этом слушайте король должен не бедствовать ну может заработки своим может ну тут еще смотрите кроме этого материального человек может скрывать свое желание власти над ситуацией просто власти над ситуацией что он хочет вкладываться еще может быть что он хочет быть проявленным вашей жизни он император вы императрица что он может опять же хотеть детей если вдруг что он может ну пока ну скрывает потому что вот смотрите мы мысли-то какие где-то там я завис в какой-то тройке кубков а что такое тройка кубков это радость счастье ну если вдруг уже было развитие я бы сказала может быть какой-то поход или крестины ну 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 как то так мало так это это дружба это развитие до после двойки кубков как бы развитие более глубокую вот двойка кубков а потом когда люди могут после двойки но ее здесь не не выпало люди более как бы углубляются в такую дружественную атмосферу любви доверие такое глубокое не только эмоция страсть примеру а еще доверие более глубокое а тут может быть еще вот желание такое в развитие в любви ну что что он хочет семьи что он хочет властвовать что он но может власти ну или властвовать но он что он хочет быть главой этой семьи ну вот как как то так давайте тогда планы кубка вот он вышел в кубке все таки вот вы это двойка кубка дорога слушайте здесь дорога к вам дорога или признание в любви просто просто признание в любви вот она шестерка мечей он планирует или встречу или какие-то посиделки в союзе вот так в любви где-то в возможно возле некого берега ну потому что здесь его некая вода 2 дельфинчика как-то так но здесь дорога он планирует дорогу и признание в любви союз союз тут он ну вот вот ходит 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 и и главное чтоб подсознание чего-то его очень сильно блокирует подсознание просто очень сильно возможно тут смотрите проявление пятерка мечей а тут двойка и десятка и тут пятерка раз два три пятерки я имею ввиду видите у человека в принципе должны быть благие и показаны намерения ну пятерка это три пятерки вообще большие изменения но человек мог выбрать именно неправильную тактику вообще неправильную тактику и на этой тактике где-то погореть по десятке мечей вот так из пятерки он сразу как бы впрыгнул ввалился просто в десятку мечей шеф все пропало все пропало вот вот где-то так от этого я вот тут схлопываю закрываясь потому что я теперь не знаю сижу двойки мечей не знаю что делать но как-то так так и ухты вот она и тройка появилась и башня и луна хохохо ближайшие скорее всего девчонки смотрите чтобы вы не задумали какой этот период времени вы не вы бы не задумали удлините его на месяц луна пошла точно на месяц возможно только после месяца он как-то начнет разруливать эту ситуацию потому что здесь идет башня здесь он сидит глубоко в луне как сказать ночь души действия и подсознание видите жестко подсознание показано блокирование и тройка тройка мечей боль и луна жещайшая боль просто жестчайшая тут по луне и по этой энергии и вот подвязка такая эта энергия его просто эта женская энергия луна это женской энергии это очень если к женщине тем более императрица да здесь вот королева жезлов это страсть а императрица это уже идёт более близкая мягкая материнская энергия. И такая обволакивающая, луна обволакивающая энергия. Это исцеляющая энергия. Это энергия, которой хочется прикоснуться и просто уснуть. Если по королеве жезлов ему не до сна, то именно по луне еще императрицу мужчина ставит на пьедестал, он смотреть на нее будет, любоваться и боготворить. А по луне он просто окунается, как воды, как в ванну, как колыбель или еще как в теплую согревающую. Понимаете, вот такая энергия. Он туда как бы углубляется. Но смотрите, тут боль дойдет. Вот это подсознание, это закрытие дойдет до такого финиша, что вот эта боль, скорее всего, просто будет невозможно уже не действовать. Потому что здесь, как говорят, на разрыва орты. Ну, грубо, вот так. Вот до такой степени боль. Поэтому, скорее всего, плюнет, на все плюнет. И скажет, да пошло, но все лесом. Я перестаю, скорее всего, бояться по луне, что из этого выйдет, или что вот тут какие-то неправильные ходы. Что будет, то будет. Я перестаю закрываться, и я все-таки выхожу в эту дорогу со своим предложением. Вот такая ситуация. Но удлините этот ну, как бы, на целый месяц. Этот ваш задуманный срок. Все, спасибо двоечки. Оставайтесь, кто впервые, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Все, как всегда. Пишите комментарии. Буду благодарна также за лайки. и чтобы видео продвигалось. Так, поехали дальше. Следующий вариант у нас. Его мысли в отношении вас. Его мысли в отношении вас. Его чувства к вам. Что у него на подсознании? Ой, как он проявляется? Так, что он скрывает? Ух ты! Раз, два, три. Прям так? Ну, хорошо, что он скрывает. По-моему, вот так. Ладно. Так, помните, здесь был сигнификация король мечей, но не обязательно, что это так выйдет. Уж как покажут, в каком аспекте. Так, теперь его планы в отношении вас. И его действия, пожалуйста, загадывайте сами. Желательно где-то, ну, или в самое ближнее время, или от месяца до трех. Смысла больше загадывать просто нет. Так. Ну что, поехали. Ой, башня. Мамочки, что ты башня моя? Башня, башня, башня. Любимая женщина. Королева кубков. Первая королева, которая выходит, это вы. И двойственная ситуация. Что-то у вас тут рухнуло. Каким-то таким понеслось, понеслось по кочкам. Ой, понеслось по кочкам. Мама ж ты моя родная. Теперь думает, как найти вот второй шанс, вторую возможность, собраться силами. Вы для него королева кубков. Женщину, ну, знаете, к которой тянется душа. Женщина, которая умеет любить, умеет дарить любой. Любовь, интуитивная женщина, принимает любовь. Но вот, ну, как-то, знаете, что-то не удался. Возможно, день не задался. Возможно, неправильное словцо сказал. Ну, что-то, да, и не то. Вот теперь думает, где бы собраться, или как бы собраться силами, чтобы придумать, чтобы, скорее всего, ну, тут что-то выстроить. Здесь просто планы, потому что за спиной у королевы кубков что-то разрушилось. Что-то разрушилось. Возможно, королева была не в этом, в юморе. Ну, так сказать, неудачный день, возможно, был у королевы. Ну, как-то вот такая ситуация. Ну, или день не задался. Сейчас посмотрим, что на сердце. На сердце десятка мечей, пожезлов и стагнация. И четверка мечей. Убийственная ситуация. Смотрите, башня и четверка мечей. Прямо, прям что-то совсем не задалось, совсем не задалось. Тут тоже такая, не знаю, что мне, не то, что выбрать. Тут, по сути, человек ищет, ищет кругами момент поджезлов. Это такая искорка. Знаете, это, я бы сказала, десятка мечей, четверка мечей. Как дышать? Вот тут дышать мне или не дышать? Что-то случилось. Что-то очень сильное случилось по башне и по мечам. Просто реально, что-то очень. Я не скажу, что здесь ищусь нету. Здесь боль. Одна, сплошная боль. Боль, которую человек старается превозмочь. Так, давайте подсознание. Ух ты, закрытая карта, повешенный иерофант. шибко умный, повешенный иерофант с белой картой, с органом королевы Пентакли. Ситуация, которая закрылась для человека. Закрылась даже его подсознание. Он не понимает, что ему, как ему жить. Куда, в какую щель, дверь ему бежать. Куда ему, кому ему взывать, к каким высшим силам. Ну, здесь даже, я бы сказала, вся его, смотрите, какая линия, вся его мудрость, всё его понимание, вот, ну, как это, не остановилась, а стала на паузу. Ну, потому что белая карта. Ну, всё, ну, не знаю, не знаю, белая карта повешенный. Ну, понимаете, здесь притяжение пошло, как бы, к земле всё. Кровью, голову, вообще ничего не понимаю. Надо переоценку делать всего сознания, просто всего сознания. Здесь какая-то убийственная ситуация, башня, тут просто, я не знаю, давайте ещё посмотрим. Я даже не знаю, что вам здесь рассказывать. Если бы не королева кубков, которая лежит у него, как бы, его мысли о вас, то есть первая карта, я бы вот тут сказала, девчонки, скорее всего, ну, при раскрытии других карт, естественно, если бы, ещё раз говорю, не первая короля, которая уже вышла на вас. Я бы говорила, девочки, скорее всего, ну, как бы убегайте от этого, то есть человек или о вас вообще не думает, ну, может быть так, или вы где-то остались болью. Вот, но здесь есть мыслях королева, именно, которая говорит о том, что вы нравитесь очень сильно. Возможно, вы просто реально нравитесь очень сильно до, ну, это, я не знаю, до умопром помрачения, как-то так. что здесь, смотрите, может быть, именно внешние какие-то факторы, внешние, вообще внешние, в среде, просто выводят из состояния равновесия целую ситуацию в жизни, ну, как бы, или его, или этих двоих, то есть вас и его, может быть, что внешнее. и он просто вот подвешен, ну, как бы, подцеплен под внешние эти факторы, и он не в состоянии со всей своей мудростью справиться с этой ситуацией. Ну, на сердце, тут на сердце по чувствам к вам, ну, человек убит, раздавлен, ну, полностью болеет, по сути. Ну, стоповая ситуация. Просто стопа. Возможно, не может общаться. Или общаться, ну, понимаете, как не может? Тут общение есть все-таки. Это, как бы, тут двойка обещает и, может, прервалась как-то так. Может, повздорили еще как-то так. Ну, потому что это паш, паш жезлов. Давайте все-таки проявление посмотрим. Семерка жезлов. Ух ты! Еще одна. И пятерка. Ну, смотрите, тут уже проявление, тут драка, ссора, предательство, ревность, неправильные ходы, неправильная, тут уже стратегия, тут не только тактика, тут уже стратегия неправильная. тут и обманы, тут много обмана, тут хитрые выкрутасы. Ну, вот такое проявление. Тут, смотрите, что, тут неправильные ходы полностью человека завели в тупиковую ситуацию, в стрессовую ситуацию, в разрушение полное. Ему понравилась женщина, а он намудил. Он мудила, извините. Хотя вот тут и этот, иерафант на подсознание. Мудрости ему должно хватать, но эту мудрость ещё надо вытащить из этого аркана повешенной. Он может очень долго, когда подсознание фонит, говорит, ты вроде вот тут и учиться можешь, и вроде как бы мозгов у тебя хватает, но ты как-то придётся тебе времечко потратить на то, чтобы понять смысл жизни, ну, как бы духовной личности. Ну, потому что иерафант это вообще как бы, да, догмы, но это и определённая мудрость и ещё духовные, как бы чистота духовных отношений. Ну, как-то так. А здесь, где здесь вы видите духовность? Тут борьба, тут враки какие-то, тут человек вообще стоит только на своём, а он хорош в защите, а скорее всего тут в защите он, ну, это проявление к вам. Это моё, я докажу, я покажу, ещё ревность проявится, вот не трожь или стой здесь, ну, как-то так, я так сказал, ну, вот где-то такие могут ещё быть ситуации. Ну, или, я так как бы с грубого говорю, вы можете уже более близко или дальше применять к себе. Так, чего он скрывает? Боже ж ты мой, звезда, ну, ты ж моя звезда, звезда по миру. Чего? Интернет, вот тут интернет, тут полный интернет. Тут полный интернет. Что одна звезда, ой, что это интернет, что это за граница расстояния интернет? И это некое долгое время, как бы, вот такая, не то, что опять подвисшая ситуация, но это как, даже не льём с пустоего в порожнее, но переливание, знаете, вот так, туда-сюда, туда-сюда, смотрит где-то однозначно, вы, скорее всего, вот тут, ну, что он скрывает? Ну, может скрывать, что он лазит по интернету? Ещё. Ну, тут, слушайте, тут в отношении вас полный крах, поэтому, ну, здесь интернет и за границей, всё. Мечты собирает. Может скрывать, да, что если в отношении вас, что вы такая недосягаемая звезда для него. Может ещё очень сильно, ну, как бы, если вы выставляете там много, фотографий, знаете, ещё как-то, ну, такая медийная, светитесь далеко по горизонтам, вот это его приводит, возможно, в дикую ярость, ну, какую-то, ну, такую, знаете, скрытую, опять же, ходовочки вот такие разные, это его может убивать по этому поводу. Ну, как-то так. Давайте смотрим планы. императрица вы для него. Императрица, ну, как бы, она, это вообще замужняя женщина, ну, тут, знаете, в планах, в планах какое-то общение, хотя бы общение, и перевести это общение на новый уровень, но, опять же, это некое закрытие, вот, некие ограничения, моя и только моя. Может быть, еще планы ему трудновыполнимые, может быть, стрелы страсти в отношении вас, самая женщина, как я говорю, вот именно вы, ваши данные, полностью вписались в его картину мира, поэтому, я уже не говорю, самая красивая женщина, ну, это лично для него, поэтому я говорю, вы вписались в его картину мира, в его желание, именно так, как он видит саму женщину, но, видите, еще подсознание, белая карта, здесь, с арканом королевы Пентакли, здесь в планах императрица, это, скорее всего, планы, планы на семейную жизнь, и тут Иерафант, который тоже говорит, в принципе, за семейную жизнь, тут что-то, тут землетрясение какое-то бахнуло, я по-другому не могу сказать, здесь в пространствах у мужчины бахнуло землетрясение, все, возможно, ему просто тупо снесло крышу, вот, просто голову снесло, и, но тогда его проявление, это настолько глупое проявление какое-то по женщине, что, скорее всего, он сам себя загнал в это состояние, вот, любовного убийства, я по-другому не скажу, просто любовного убийства, так, его действия на ближайшее время, тройка, король мечей, таки показался и император, ну, смотрите, здесь человек будет действовать, император, императрица, скорее всего, будет действовать, король мечей, он придет такой гордый, три, скорее всего, три единицы времени, что вы загадали, я не знаю, но три единицы времени этот человек к вам скорее придет с неким предложением, предложением развития, вот такая ситуация, что-то у него здесь не выходит, реально, тут, ну, я говорю, если вдруг это внешнее, что-то внешнее и он просто пал жертвой, вот тут, внешних обстоятельств может быть такое, теперь смотрите, еще, если, если, это не в отношении вас, он нацелен на вас, как вот на женщину, которую я рассказала, и тоже, как бы, прячет вот это все, может человек ждать исцеления самой ситуации или, если что, его физического уровня, потому что, если это внешние проявления, какие-то ваши, вообще, пространства, то тогда человек просто может скрывать некую борьбу за свое существование, за жизнь, ну, тут, может быть, тут говорю, тут даже за выздоровление, потому что аркан исцеления лежит, а так как он привык, скорее всего, король мечей и властвовать, именно властвовать, ну, вообще, как бы, вести себя, вот, подобающим образом, тогда, пока я не войду в нормальное состояние, я все остальное буду прятать, вот как я только войду в нормальное состояние, тогда я проявлюсь к этой женщине и тогда, может быть, что, вот, подвис полностью, полностью подвис на этой женщине, но пока не выровняются ситуации, я не могу просто повешенной, не могу просто, ну, как бы действовать, это белая карта, ну, незнание, я сам не знаю и тут тогда восьмерка фонит очень хорошо совместно, я не знаю, возможно, это незнание времени действия, вот, времени действия для него, хотя, может быть, желание именно ускорить это, вот, ускорить восьмерка жезлов лежит, желание быстро, вот, с тупиковой быстро как-то выскочить, то есть, как только эти врата тупика просто снимаются, он тут же просто, ну, катапульта с пушки, все, этот человек у вашего порога и тройка пентаклей говорит о предложении, вот такая ситуация, ну, и что-то он тогда все-таки может прятать, расстояние, мир, свою мечту, мечту о вас, опять же, исцеление самой ситуации или исцеление тела, вот, такая другая, такое, другое положение, но тогда любовь, именно любовь на сердце для вас, у вас, это, ну, человек просто, дорога, смотрите, дно колоды все-таки дорога стелется, которая лежит к вам, так что, троечки, спасибо, оставайтесь, пожалуйста, буду благодарна вам за поддержку, за лайки, комментарии, а мы идем к четвертому варианту, его мысли о вас, его чувства к вам, его подсознание, как он проявляется, что он вскрывает, его планы на вас, и действия загаданный срок задумайте сами быстренько желательно от месяца до трех это самое оптимальное ну или ближайшие какое-то совершенно ближайшие поехали ух ты прям вот так вообще человек ну как если брать уже человеке будет говорить я ну как вам сказать сам человек не хочет сейчас рассказывать о своих мыслях говорит я буду думать так как я буду или думаю ли действовать так как я здесь действовать сочту нужным ну как то так по плану ой вообще по мыслям тут есть некие преодоление препятствий желание действовать и ну как бы желание притяжения к женщине которая нравится но сразу некая строптивость проявляется вот здесь строптивые очень сильно строптивые возможно говорит зачем вообще я должен что-то рассказывать я не хочу я прячу тут свои мысли а чувства что ты скажешь ох я тут воин что хочу то и творю ну как то так я опять буду защищать свои чувства тут есть некий накал есть некий накал желание строптивость семерка жезлов ну знаете вот вот здесь некая ревность и ревность и ревность и пажик ну как то так давайте дальше сейчас сейчас мы посмотрим о и вот он король пентаклей я тут такой король пентаклей проявился с рагнареком со справедливостью я тут вообще весь такой в защитах в защитах я и чувства свои защищаю тут слушайте тут вообще можно сказать человек ну да любящий ой любящий справедливость или любящий истину но довольно такие у острый ну прям за словом карман не полезет за чувствами тоже вот этот скорее всего не будет скрывать свои чувства он не будет совершенно скрывать свои чувства вот там хоть земля под ногами горе я буду делать так как я хочу его подсознание ну так же как бы он живет своей истине своей правде он идет он живет потому что он живет он идет потому что он идет вот если я люблю я люблю кому какое дело до того кого я люблю отвалите все от меня я вот это хочу сказать извините я уже это скажу потому что он уж очень структивый я не знаю чего он хочет чтобы отвалили все от него зачем тогда пришел у меня вопрос я могу также ответный этот ход сделать и сказать отвали и не приходи больше ну как-то так пришел на расклад и говорит отвалите все от меня ну что это такое не надо было приходить давай мы будем с тобой более мирно общаться так давай может быть сейчас тут закроюсь а тут двойка кубков уже колесничий присмирел наверное чуть-чуть но смотрите его проявления к вам этот человек скорее всего или вот-вот-вот потому что первая колесница все-таки идет предложит вам союз некий слушайте девчонки извините я понимаю почему он тут борзый так вы извините опять за сленг он вам наверное сюрприз хотел сделать а я тут все это самое открываю вот и возмущается вот и закрывает тут все мамочки родные вот и злиться скорее всего вот тут башенка на на подсознание лежит сейчас этот сюрприз все весь испорчу но все уже расклад начала зачем приходил тогда ай-яй-яй-яй ну уж извините но смотрите проявление какое красивое проявление это туз пентаклей колесница двойка кубков и туз пентаклей человек идет с предложением едет возможно с дороги с предложением в принципе любви союзу союза и но это развитие туз пентаклей жизни ай-яй извините у него извини так девочки секрет не выдавать все спрятать или тихонечко и все здесь действительно такая острая прям острая энергия возмущение так что он прячет тяжелую какую-то нужду работу и творение какое-то творение или мечту мечту о творении и нужду чего-то ему не хватало или не хватает возможно до полного счастья ему не хватает именно этого творения или жизни с вами ну вот как то так пока все равно как бы королева не вышла но мы же смотрим именно в отношении вас все равно в отношении вас тяжелое какое-то положение он исправляет какое-то тяжелое положение и это он скрывает возможно полностью скрывает свою по работе что-то по финансам по деньгам так его планы вот он приезд вот он новый путь и вот она четверка пентаклей это зона комфорта это возможно перемещение из одной зоны некомфортной более как бы потому что вот тут нужда есть некая в более комфортную или если он был попал в некую нужду западню ловушку опять по семерке кубка вот тут так прогорел где-то человек мог глупо прогореть даже по деньгам или еще как-то он это скрывал ну или скрывает опять же дабы ну как бы выйти на более уровень смотрите что вот ему подняться и стройки в принципе в четверку и когда он поднимается в четверку пентаклей он двигается в новый путь ну или для кого-то будет даже возвращение это как-то говорит но вот новый путь то есть здесь планы в принципе на вас или прийти к вам с страстным предложением но планы как бы моя моя и еще раз моя или новое жизненное пространство итак смотрим действия девятка позже что мой семерка ну что такое десятка смотрите человек нацелен на вами на создание семьи рода укоренение действительно укоренение с четверки в десятку прям сразу вот через этот обнуление какое-то через этот новый путь и через какие-то возможности тут у него или новые возможности открываются или откроются или он предвидит эти новые возможности что он это сделает почему сделает потому что здесь идет идут такие шахматные ходы я это запланировал я это сделаю на задуманный вами срок я не скажу точно что это сбудется возможно чуть позже чуть позже потому что ему надо вот тут по планам именно выйти в ту четверку в то какое-то количество чего-то опять же скорее всего материального которое обеспечит ему вот тут фундамент для прыжка вот вот тут для движения и когда он это сможет сделать он тут же скорее всего именно вот видите проявляется план тут только такой сдерживающий механизм есть а все остальное именно он сразу нацелен как бы вот тут лодки прибытия на берег люди ну то из-за корения этой полностью ситуации ну как бы в семье в создании рода тут он слушайте тут он очень жесткий вообще жесткий такой правильный жесткий я бы сказала тут но этот колода еще такая ну и естественно притянулись именно такие ну как бы такая душа твердая дабы не столь жесткая сказала а такая твердая такой правдолюб рубаха парень прагматик до мозга и костей вот так именно так а не иначе где-то я сказал вот где-то я сказал вот тут вот тут энергия на смягчение пошла именно вот тут на проявление он вы знаете этот человек скорее всего будет мякок в любви он жесткий я не знаю бытов может быть в каких-то рабочих союзах еще но в любви этот человек действительно ну как бы к своей женщине к своей любимой женщине он будет действительно мякок он будет наветь даже ну как вам сказать не то что разрешит править некой колесницей своей колесницей ну как бы жизни своей женщины своей женщине как-то так но все возможно то есть у меня какие-то такие примеры идут странные не знаю он может есть ли съездить возле вас ну то есть нес но как бы может любить просто когда вы за рулем он или или я ехать вашей машине или наоборот ну там зависит ну вот какие-то такие примеры я не знаю почему вот у ему вот ощущение будет доставлять удовольствие когда при нем его женщина ну как бы любимая женщина ну как-то бразды правления все все равно вот по силе у этого мужчины вот ощущения такие но ему это нравится он без зазрения совести как-то когда он раз просто расслабляется возле своей женщины и мой ну как бы нравится вот даже такие мелочи которые вот сейчас щитка вот как-то видно под расслабилась эта энергия понимает что где-то мы не кусаемся вот с этим его рагнарёком понимаете на подсознание но очень-очень уж он такой напряженный прям прям очень здесь здесь прямо вы слушаете не то что вулкан срывается здесь конец света понимаете все в настоящий момент у него а может быть смотрите еще девчонки тут военные действия вот это прямые военные военный человек может быть у вас военная справедливость за эти законодательные какие-то органы ну то есть структура структура смотрите правление структура поэтому и пошли такие знаете энергии я сказал и все или или как-то так но по по большому счету по глубинному я бы сказала счету вот та энергия которая пошла потом есть у него желание такое или будет ну как бы где-то вот именно в глубине сердца своей любимой именно там он будет находить некая но как бы некий некое спокойствие и расслабление но которая не дает ему внешнее пространство потому что внешне скорее всего именно от того кем он является в этом пространстве внешним возможно работа или служба постоянное напряжение просто его обязывает вот быть таким знаете где-то быть или казаться таким черствым или сухарем или таким твердым все я надеюсь все все сказала а то он чего-то разговорился под конец не знаю возможно расслабился так что счастья вам любви всего наилучшего четверочки подписывайтесь кто меня впервые пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии жмите колокольчик для уведомлений все как всегда я вас люблю и до новых встреч пока пока